Всем привет, с вами Элис фон Блэк, и это еще один обзор на игру White Noise 2. Как вы помните, в последнем видео я сказала о том, что скоро должно быть обновление, и там добавят одну новую мапу и нового персонажа. И, как вы видите, обновление наконец-таки вышло, буквально через пару дней после того, как я записала это видео. Но, вот если почитать, вот вы видите справа, тут есть... Вера в остальных. То бишь обновление. Новый следователь присоединится к команде, чтобы помочь прояснить истину. Мария, единственная выжившая из маленькой деревни в Глудинке, ищет ответы о местоположении ее семьи и друзей. Помогите ей найти незначительные подсказки, необходимые, чтобы победить хаос, в который погружается мир. Здесь сказано только... Появилась игра в ожидании существа. Здесь сказано только о том, что... Как бы персонаж добавлен. А где новая локация? И именно поэтому я сейчас пойду и создам свою игру. Но перед этим... Ни одной игры не найдено. Хотя до хрена игр. То есть... А вот есть одна. Но давайте я буду, скажем так, автором карты. Чтобы я могла выбрать, кого захочу. И выбрать непосредственно саму карту. Я хочу посмотреть, где она. Ее зовут Мария. Да, Мария у меня открыта. Господи, она не герша. Так. И я, кстати, совсем забыла сказать о том, что вот здесь указаны характеристики персонажей. То есть, в принципе, можно почитать обо все и про все. Смотрите, у меня сразу же здесь уже все открыто. Я не буду пока что водить тут. Городская девушка. Так. Ловкость рук. Вы взаимодействуете с предметами на 20% быстрее. Прямо исследователи... Исследование уменьшается на 10%, когда ближе, чем 10% к остальным исследователям. А, типа того, что... Ну, в принципе, нормальная у нее стата. И она такая сразу заулыбалась. Нормальная тема. У нее очень плохо с питанием батарейки. Все очень плохо. А так, в принципе, статуя у нее ничего. Постриглась, переоделась. Увеличивается исследование, но при этом уменьшается выносливость. Выносливость, конечно, это да. Ау. Сантехник. Но я выберу обычный. И на самом деле... Ну, мигалку. Моя классика. Ну, и локации, да, не изменились. Давайте посмотрим, есть ли здесь у нас кто-нибудь, кто... Хотел бы присоединиться к нам. Понятно. Никто не хотел бы. Этот чувак, кстати, чья карта там была, если вы помните. Я так думаю, слишком долго затягивать это видео я не буду. Пройдемся с ней пару карт. Посмотрим, на что она способна. Ну, и, собственно говоря, пока что обозревать здесь нечего. Смотрите, у нас тут даже народу много на сервере. Так быстро набрали комнату. На самом деле, вчера играла. Комнату было не набрать вообще. То есть, мы сидели, ну, сначала вдвоем, потом чувак вечно уходил, приходил, опять уходил. В итоге свалил, короче. Потом я уже присоединился к одному своему другу. Вернее, подруге, считайте. Ну, и мы там буквально втроем сидели. Кхе-кхе. Кхе-кхе. Блядь. Ха-ха-ха-ха. Я говорю. Кхе-кхе. Не, не могу. Я видео для YouTube записываю. Обломись, чувак. А он, судя по всему, может тоже. Через два. Либо го в другую руму. Я тут вообще-то хост. Вообще, на самом деле, мне больше всего нравится Ринку, но я посмотрю, короче. Че там у нас? Если она будет нормальная, как бы, ну вот именно, как говорится, сольемся с ней в экстазе, то, не знаю. Может быть, она будет моей любимой. Но ее вряд ли можно будет добиться, как говорится, выбить ее. Только если ты с хост. Потому что новый персонаж, он наверняка будет постоянно всеми юзаться. Но у меня личная, вечная проблема с Ринку. Ее постоянно забирают. Призналась, что видео на YouTube пишу. Чуваки, вы все в телевизоре. Сто человек вас посмотрит. Ну, блин. Предположительно, могут посмотреть. Смотрите, какой у нее маникюрчик. Рожа хитрая, пиздец просто. Еще очень плохо поработали над ее анимацией, потому что... Какие-то очень дерганные движения, как мне показалось. Ну, и кого мы ждем? Только не говорите, что меня. А, ну, хотя если меня, то у меня бы не было здесь вот этого вот, типа, ожидания игроков. Скорее всего, в других румах тоже эта девка занята. Я буду доверять Ринку, потому что... Это вы называете по два ходим? Это вы так называете по два ходим? Честно говоря, игрушка немножко подвисает, потому что я тут поставила ее на второй ноут, и... Он слегка был... Был-не был готов, короче, к этому. Как-то туда показывает, короче. Я еще и в столб впилилась, просто молодец. Ринку, давай, у тебя должен быть самый точный компас. По крайней мере, так в статах написано. Не, ну, в принципе, перезарядка умений у нее достаточно нормальная. То есть я Ринка за что люблю? За то, что у нее точно компас, и за то, что у нее очень быстро перезаряжаются статы. Статы это наше все. Ну, статами я называю способности, если что. То есть перезарядка у нее, ну, нормальная такая. Ам, сюда. Но батарейка, конечно, батареечка. Батареечка. Это фейк. Это фейк. Я не знаю, чувак на каком языке, короче, говорит. Нас потому что Олкос. Олкос единственный, кто ставит фейки. И это, блядь, понятно, что это фейк. Который, блядь, лежит просто рядом с тотемом. Ну, вернее, стоит. Я его даже, кстати, не видела. Просто рядом с тотемом посреди коридора. Ну, не могут кассеты так располагаться. Ну, кстати, прошу прощения заранее, что я там могу 200 раз повторять одно и то же. Свалить успела. Все, он свалил. Да, они теперь, короче, убирают фонарик, когда берут какие-то предметы. Нам, короче... Ты чего? Он сзади. Фига, он, блин, какой-то живучий. Понять не могу, что он так... По идее, когда сразу же светишь на существо, когда он поймал твоего непосредственного напарника по несчастью. Ой, сус, кассета. То он должен почти сразу отпускать. Опять фейк. Блин, компас к фейкам ведет. Надо, короче... Чувак, ты где? Фак. Все, спасибо. Слушай, я сейчас пойду, короче, фейк сниму. Потому что компас ведет нас к фейку. Компас ведет нас к фейку. А еще мне хана. Сейчас, скорее всего, до меня будет докапываться. Или нет? Бля, ну как? Почему ты не пошел за мной? Все, мне пизда. Фонарик выключить. По-моему, это тоже фейк. Он как-то очень неожиданно появился. И фейки, они, короче, громче... Громче обычных кассет. Ну, конечно, блядь. А там потому что еще кто-то вышел, я так понимаю. Угу. В итоге, получается, нас что, двое осталось? Да, нас двое, слушайте. Я и монстр. Отлично, вообще. Фак моя лайф. Чувак, кстати, на каком языке говорит? Я не знаю, видно ли вам, как я что-то просматриваю. Непонятно, короче. Второй уровень. Пять часов наиграно. Не совсем понятно. Не, чувак, я... Не вариант с тобой, короче, один на один. О, чувак, привет. Почему здесь сейчас собрались одни анимешники? Это игра для тех, кто играет в игры. А не для тех, кто смотрит аниме. Это сейчас было похоже на какую-то дискриминацию. Но серьезно. Мучачус. Не, давайте подождем. Что нам вдвоем вообще делать, а? Вдохнуть сразу же. Ну, выбери что-нибудь другое пока. Мучачус. Ну, все-таки за два раза, я так думаю, я ее не распробую. Я про девку. Сейчас, пять сек. Ладно, я так думаю, нет смысла ждать. Погнали. Старт or wait. Окей, go to go. Причем, я на тачпад случайно пальцем нажала, и он при этом еще написал go. Милашка, конечно, это выглядит крайне странно. Да, там таблетки были, чувак. Этот чувак, блин, постоянно берет окраса. Такое ощущение, как будто у него больше ничего не открыто. Блин, вот нахрена ты поставил этот дура... Манок этот дурацкий. Ты что, издеваешься, что ли? Ну, кстати, бегает она не четок. Мне нравится. Ну, вот лампочка, конечно, это плохо. В том смысле, что батареечка. Заряд батарейки, это, наверное, самое... Самое-пресамое важное. В этом смысле, очень круто играть за Анну Мари, потому что у нее перезаряжается батарейка самостоятельно на, по-моему, 15%, когда кто-то рядом подобрал кассету. Но бегает она, конечно, классно. Как альтернативчик, вообще, просто. Нам туда. Короче. Ты знаешь, где кассета? Это фейк. Он не мог так неожиданно появиться. Бля. У меня всегда начинается паранойя, когда я играю с Олкасом, потому что... Черт. Фейки, 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 фейки. Фейки. О, no. Я просто хочу применить в благовоние. Куда он там телепортился? Вообще его не вижу. А. Он дольше ее ест. Куда он телепортнулся? Вон он. О, no. Вообще в другую сторону идем. А вот нормально все. У нас, короче, теперь в игре там же есть Анна, Анна-Мария, а теперь у нас есть Мария. Только сейчас до меня это дошло. Но лицо у нее, конечно, странное. На мемасик на новый тянет. Thanks. Какая забота. Нам куда-то назад, да. И она вообще в какой-то жопе, короче. Господи, не берите, короче, никогда зеленые палочки. Они очень похожи на тотемы. Мне на тотемы наидола. Ок. Спасибо. Спасибо. Поехали. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это фейк Вот это точно фейк А вот это не фейк Бейт О, НОУ! ДАЙТЕМИ УЖЕ ЗАЮЗАТЬ РАЦИУ А! У! А если за тейп? Как туда пройти? Получается, как-то так. Вот она. Четыре сигила. Это немного. А где они? А вон, блин, обратный. То самое чувство, когда эмоции переполняются. Не туда иду, вообще ни черта не вижу. Хотя, вроде бы батарейка норм. Ебать! Нет! Беги! Красавица! Лол! Беги ко мне! Беги-беги-беги-беги! Нет! Черт! Он не придется, короче, в одиночку ломать все остальные сигила. Благо, их не так много. Слушайте, она призраком вообще пипец быстрая. Ну, конечно, персонажа не очень четкого добавили. Ничего сказать не могу. А то, что там исследования меньше, это вообще на самом деле самая минимальная проблема. Ну, мы же выиграть могли! Ну, просто, на самом деле, два на один, это не самый лучший вариант для этой игры, как мне кажется. Ну, да, ладненько, друзья мои. На это прекрасная нота все ли мы наше завершим. Всем спасибо за внимание, до скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok